Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александр Костенюк и я прокомментирую для вас партию 16 тура чемпионата мира по Блицу 2021 года, сыгранную в Варшаве 30 декабря 2021 года между Александром Гречуком и Магнусом Карлсоном. Александр Гречук в этой партии разыграл каталонское начало, вывел своего слона на g2, таким образом жертвуя пешку на c4. Белые надеются, что вскрывшаяся после хода dc большая диагональ будет отличной поляной для слона на g2, а также белые получат определенную компенсацию в виде чуть лучшего развития. Магнус Карлсон избирает систему с шахом на b4, слон b4 шах и на слон d2 поддерживает своего слона ходом a5. На каждом ходу здесь и у белых и у черных много разных вариантов и продолжений. Мы видим, что шахматисты на какое-то время задумываются на каждом ходу, выбирая ту или иную систему. Ферзь c1 делается достаточно редкий ход, чаще белые нападают на пешку c4 ходом ферзь c2, но так или иначе позиции часто переходят, варианты переходят один в другой. Надо отметить, что, к сожалению, мы не видим циферблата, и поэтому не можем сказать, сколько точно времени у соперников остается. Но чемпионат мира по блицу в 2021 году проходил с контролем 3 минуты плюс 2 секунды на ход. b6 избрал Магнус Карлсон такое редкое достаточно продолжение, острое продолжение, потому что несмотря на то, что у белых уже развит слон на g2, черные смело открывают большую диагональ еще больше и ладью свою на а8 несколько ослабляет. Слон b4 последовало, а, b, ферзь c4 и черные успели поставить своего слона на b7, прежде чем конь белых отскочил бы с большой диагонали, и слон g2 напал на ладью 0-0, конь c6. Тем не менее, несмотря на то, что фигуры черных ферзьевого фланга, легкие фигуры черных развились на поля b7 и c6, они остаются достаточно в подвешенном состоянии, так как пешки их не укрепляют. И слон на b7, и конь на c6 могут быть легко атакованы. Конь bd2 следует 0-0, и Александр Грещук избирает план с давлением по линии c. Сдваивает тяжелые фигуры по линии c, ладья fc1 ходит, создавая еще большее давление на коня c6, и затем ценим пешку c7. Конь d5 таким образом перекрывает действие слона g2. Магнус Карслен сейчас уже не так просто напасть на коня c6, и здесь Грещук отходит ферзем на c2, уступая поле c4 для своего коня после h6. Он продолжает свой план с переводом коня на c4 и последующим его передвижением на поле e5. Чемпион мира задумался, и стоит обратить внимание на его следующее решение, потому что в данный момент все фигуры, казалось бы, развиты, и сейчас он выбирает план последующих действий. Делает очень интересный ход. Ладья a7, защищающий слона на b7, пешку на c7, что очень важно в этой позиции. Конь c5. Грещук заканчивает свой план с переводом коня на e5. Конь d7 следует, и черные укрепили свои фигуры на ферзевом фланге. Сейчас уже конь на c6 и слон на b7 чуть покрепче защищены. Конь c6, слон c6. Следует ход e3, и обратите внимание на еще один сильный ход черных, ферзь a8. Продолжение плана с ладья a7. Черные фигуры сдвоились по линии а и сдвоились по большой диагонали, можно сказать, создали давление на коня на f3. Ход e3 ослабил коня f3, и белым приходится вот таким вот интересным образом, ставя коня под бой, конь g5, используя возможность увести его с большой диагонали, вынудить размены легких фигур. После аж, слон c6, конь c6, все легкие фигуры уходят с доски, ферзь бьет c6 следует, и здесь стоит отметить, что у черных была возможность сразу побить на a2, ладья бьет a2. Возможно, это было точнее, чем избранное в партии Магнусом Карлсоном ферзь c6. Но так или иначе, на доске возник ладейный эншпиль после всех разменов, ферзь c6, ладья бьет c6, ладья f8. Просто здесь белые могли сыграть точнее, отойдя ладьей на b1, чтобы после ладья a2 съесть на c7 и не отдавать пешку b2. В партии же они пошли ладья ac1, сдвоили ладьи по линии c, после ладья a2 последовал еще один пешечный размен, ладья c7, ладья бьет b2. На какое-то мгновение у черных стало больше на одну пешку, но так как пешки сдвоенные по линии b и ладья стоит перед ними, а не сзади или не на b5, белые эту лишнюю пешку достаточно быстро отыгрывают. Ладья c8 следует, ладья бьет c8, ладья бьет c8, король h7 и белые нападают на пешку b6, черные ее защитить ладьей своей не могут, поэтому они продолжают двигать свою проходную, вторую проходную по линии b, не ходят. Сначала g4, фиксируя фланг, пешечную структуру белых на королевском фланге, после ладья бьет b6, ходит b3. К сожалению, для черных дальше пешка пойти не может, ладья стоит перед ней, это не самое удачное место для ладьи перед своей проходной, лучше ее всегда держать сзади. И здесь черные решаются на достаточно резкое изменение структуры, не обязательно совсем, ход f5, ослабляют они пешку e6, отдают пешку e6, можно было пойти спокойнее, король g6, король f6, с примерно равной игрой. Здесь позиция все равно остается равной, но уже у белых появляются какие-то шансы на победу. h3, король g8, hg, fg, мы видим, как изменилась неудачная пешечная структура черных, и Гречук бьет на e6, проверяет он сейчас, не зевает ли он что-то в один ход, не может понять, зачем чемпион мира таким вот образом ему позволил создать сразу две проходные по центру, ладья c2, ладья b6, b2, ладья b7. С одной стороны, хорошая новость для черных, что ладья ушла из-под пешки и сейчас защищает ее сбоку, плохая новость в том, что две белые пешки по линиям d и e устремляется вперед, и черным надо уже быть внимательным, чтобы эту партию не проиграть. Еще пара ходов, e5 и e6, и может стать очень неприятно. Поэтому Карлсон решается на размен пешки d на пешку b, но мы помним, что он пожертвовал на e6, поэтому ладейный эншпиль, хотя и остается ничейным, но все-таки черные играют без пешки. Ладья e2 с угрозой f4 сыграно, f4 допускать совсем не хочется, поэтому немного подумав, но Магнус Карлсон бьет на f3, gf, король f3, король f6, и эта позиция ничейная, до поры до времени Карлсон действует очень точно, он ходит g5, король g6, и здесь ему надо было просто держать ладью по четвертой горизонтали, потому что белые усилиться не могут. Однако мы видим, что он играет ладья a1, а это уже достаточно серьезная неточность, потому что после ладья b6 шах только один ход удерживал равенство, это ход король g7 с идеей защитить пешку на g5, король g5. Здесь же очень быстро черные проиграли пешку g и получили проигранное окончание пешки e и g. К тому же после ладья f5 шах, король e6, мы видим, что король черных оказался отрезанным, и белым даже не обязательно удерживать свою пешку e, потому что после g4 ладья e4 ладья уходит на f1, и черные ничего не могут сделать, чтобы остановить движение пешки поддерживаемой белым королем. И здесь после ладья a8 g5 дает шах на h8, король g6, и Магнус Карлсон сдается. Очень неожиданное поражение в таком, казалось бы, равном ладейном эншпиле.